Слава! Слава Тебе! Слава! Слава Тебе! Слава! Всем сердцем, всей душой! Всем сердцем, всей душой! Я буду славить Тебя! Всем сердцем, всей душой! Всем сердцем, всей душой! Я буду славить Тебя! Всем сердцем, всей душой! Я буду славить Тебя! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Ты великий, Ты всемогущий! В Твоих руках вся власть! Аллилуйя! Всем сердцем и всей душой! Мы славим Тебя! Потому что Ты спас нас! Ты искупил нас! Ты избрал нас! Ты поставил нас на этой земле! Чтобы мы утвердили Царствие Твое! Да святится Твое великое имя! И да приидет Твое великое Царство! Мы поклоняемся Тебе! Благодарим Тебя! Превозносим Твое великое и святое имя! Будь вас величим! И будь прославлен! Аминь! Воздайте Господу великую славу! Закричите! Из глубины сердца! Аллилуйя! Аллилуйя! Сегодня нам служила команда из Тукумса! Огромное Вам спасибо! Вы молодцы! Спасибо Вам! Молодцы! Спасибо огромное! Поздравляю Вас! Дорогие друзья! Сегодня у нас пятый день! Мы уверенно идем к цели! И я думаю, что Бог приготовил великую награду в конце поста! Аминь! Любой пост имеет награду! Несколько людей вокруг себя! Благослови, скажи, все в порядке! Идем по курсу! Бог вознаградит нас! Слава Господня будет сопровождать нас! Аллилуйя! Наши церкви будут расти! Наши родственники будут спасены! В Латвии обстановка поменяется! Наши семьи будут устроены и защищены! Потому что наш Бог отвечающий! Аминь! Почему мы верим в награду? Потому что мы верим Богу, который не только слышит нас, но и отвечает! Скажи, я верю Богу! Я верю Богу! Я верю Богу! Который не только слышит меня, но и отвечает! Мой Бог, отвечающий Бог! Он делает несравненно больше того, о чем я прошу и о чем я помышляю! Аминь! Аллилуйя! Воздайте Господу большую славу! Сегодня утром позвонил мне один пастор и говорит, поблагодарил меня за вчерашнее служение, благодарил всех нас за вчерашнее служение. Он говорит, мы в своей церкви просто... Да проходите на первый ряд, что вы там? Мы, говорит, в своей церкви включаем проектор и прямую трансляцию в онлайне. Мы просто транслируем в своей церкви. Вся церковь смотрела, слушала, молилась, сокрушалась. Огромное спасибо! Мы пережили такое благословение, как будто мы были у вас в зале. Так что, если нас кто-то сегодня смотрит, огромное вам спасибо и то, что здесь происходит. Сто процентов будет происходить и в вашей церкви, и в вашем зале. Даже если ты один, у себя дома смотришь, Бог посетит тебя. Потому что Бог смиренным дает благодать. И Библия говорит, что если двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, будет им от Отца Небесного. Амин! Халлелуя! Я смотрю, кто-то опаздывает. По этому поводу у меня есть одна шутка. Почему ты опоздал во время поста? Да встречный ветер сильный был. Ну ничего, пораньше будем выходить, учитывая неблагоприятные климатические условия. Итак, друзья, сегодня у нас уникальный вечер. И если вы заглянете в повестку дня, сегодня у нас тема усовершенствование методов переход от общемотивационного формата работы на уровень узконаправленного профессионального служения. Проще говоря, нам необходимо работу каждой церковной структуры, работу каждого церковного департамента, молодежное служение, домашние группы, попечительство, линия доверия, евангелизм, прославление, что бы то ни было, телевидение, перевести с уровня любительского на уровень профессиональный. Если проще говорить, мы будем сегодня молиться, чтобы Бог сделал нас профессионалами. Профессионалы это не только, это не только, это люди, которые имеют не только откровения великие, они имеют еще от Бога мудрость, как реализовать это откровение по самому высокому профессиональному стандарту. Амин. Можно быть пастором, можно быть профессиональным пастором. Можно быть лидером прославления, а можно быть профессиональным лидером прославления. Вы понимаете, что Бог желает видеть профессионалов в церкви. Я абсолютно убежден, любители всегда проиграют профессионалам. Мы всегда зависим от тех, кто на высоте. В этом мире ценится красота. Красота это продукт профессионализма. И Писание говорит, что вас желает царь красоты твоей. Я знаю, что Бог желает сегодня красоты твоей, красоты моей, красоты нового поколения. Амин. Я за красоту. Как насчет тебя? Я очень хочу быть красивым. Я хочу, чтобы красота была внутренняя и красота была внешняя. Потому что мир реагирует на красоту, красота спасет мир, если она будет в руках нашего Господа. Амин. Итак, в основе успешного, эффективного лидерства три кита. Первое – это человек, лидер, который обладает необходимыми качествами. Он знает Бога, он любит людей, он любит церковь, он защищает моральные ценности, он живет по Божьим заповедям. Но это всего лишь одна треть эффективного лидерства. Важно, чтобы у этого лидера была идея. Вторая составляя успешного лидерства – это правильное откровение о самом себе и о своем служении. То есть идея. Кто я? Я должен разобраться. Потому что Бог от рождения вложил в каждого из нас свои дары и таланты. Не все музыканты, согласитесь. Не все евангелисты, согласитесь. Не все даже молитвенники, согласитесь. Не все бизнесмены, не все политики. Мы должны быть теми, кем нас сотворил Бог. Поэтому в основе успешного лидерства находятся люди, которые разобрались, кто я. Я тоже в жизни мечтал быть или геологом, или режиссером каким. Мечтал там быть химиком. Но однажды я с Богом встретился. И Бог мне сказал, кем я должен быть. И я сегодня пастор, потому что мне это Бог сказал. Не лидеры сказали это, не люди сказали, не жена не сказала, не дети не сказали, Бог сказал. Вы понимаете, в чем заключается серьезное, зрелое лидерство? Знать свое призвание из уст самого Бога. Знать свое место. Потому что если ты не знаешь своего места, ты будешь всю жизнь страдать. Потому что в чужих санях ты страдаешь, на чужом месте ты страдаешь. Не свою работу делаешь, ты страдаешь. Но когда Бог тебе показал свое место, и ты занял свою нишу, это самое большое счастье. Формула счастья в новом поколении известна. Заниматься любимым делом, да за это еще получать деньги. Итак, второй очень важный пункт. Мы сегодня будем об этом молиться, чтобы каждый из нас тащил свою лямку, свою телегу. Каждый из нас должен делать свое дело. Амин. Пекарь пусть печет пироги, а сапожник пусть сапоги точает. Знаете, как классно, когда каждый занимается своим делом. Амин. Итак, вторая составная успешного лидерства – это идея, это откровение. Кто я? Чем я должен заниматься? Вчера была презентация вот этих всех проектов. Это так было чудесно. Молодежные проекты, женские служения. Мы говорили о библейке. Мы говорили об учительстве. Это здорово. Знаете, церковь – это не кладбище талантов. Церковь – это творческая лаборатория, где Бог раскрывает внутренние ресурсы. И мы хотим создать питательную среду для того, чтобы каждый талант и каждый дар, которые имеются в наших сердцах, он раскрылся в полной мере. Вот для чего мы открываем профессиональные группы. Вот почему у нас сегодня множество разных направлений. Скажи, кто ты, и мы дадим тебе право вести данное служение. Итак, лидер – личность. Второе – это идея, откровение о самом себе. И третье – это система. Вы знаете, мало быть лидером, мало иметь откровения. Важно, чтобы идея была систематизирована. Что такое система? Система – это способ реализации идеи. Вот есть идея строить дом, но надо сесть и подумать, сколько тебе надо штукатуров, сколько тебе сантехников, сколько тебе экскаваторов, сколько тебе машин. Понимаете? Просто идея – построить дом. Одна идея не поможет тебе построить дом. Эта идея, она должна превратиться в некий менеджмент. Она должна быть разложена на какой-то этапы. У тебя должно быть откровение, как создать механизм для того, чтобы построить этот дом. Когда Бог дал Ною откровение построить ковчег, после этого Он дал Ему систему, как это все построить. Он говорит – дерево такое должно быть, размеры вот такие должны быть – 300 локтей. Этажей не 15 должно быть, а 3 этажа. Вы понимаете, когда Бог кому-то из нас дает идею, Он обязательно даст нам мудрость для того, чтобы создать систему реализации этой идеи. Я знаю, что у нас есть много талантливых лидеров, талантливых пасторов. У них отличная идея, и видно, что человек на своем месте. Но видно, что буксует служение, буксует, тормозит. Нету какого-то успеха, нету очевидного успеха. Не потому, что неправильный лидер. Не потому, что у лидера неправильное откровение. Нет мудрости, не достает мудрости создать систему, эффективную систему, которая помогла бы ему реализовать это откровение. Аминь! Вот сегодня мы как раз и будем молиться о том, чтобы Бог дал нам мудрость создать эффективную, результативную систему, Благодаря которой бы расцвело наше служение домашних групп. Чтобы расцвело наше молодежное служение. Чтобы расцвели наши дары и евангелисты. Чтобы у нас была школа поклонения и прославления. Чтобы каждый дар, каждое служение, оно имело систему. Послушайте, очень важный принцип. Все, что не систематизировано, умирает. Все, что не систематизировано, умирает. А все, что в системе, оно защищено и работает. Если мы посмотрим на мир, который Бог сотворил. Вселенная. Это совокупность различных систем. Аминь! Если Бог сотворил человека, то представьте себе, что физическое организм, физическое тело, и вообще вот человек, это совокупность разных систем. Система пищеварения, система дыхания, вегетативная система, нервная система. Если система работает, организм здоровый. Почему церковь болеет? Потому что система дает сбой или системы нету. Мы заинтересованы в том, чтобы каждое служение было систематизировано. Система предполагает постоянство. То есть, постоянство. Когда Иисус что-то отдавал, какое-то откровение. Ну, представьте, Он сказал в вечере Господне. «Сие творите в мое воспоминание, доколе Христос придет». Постоянство – основа системы. Я могу сегодня выйти на евангелизацию и через три месяца повторить. Это не будет работать. Вот эти эпизоды, вот просто по настроению, по ощущению, жить и служить Богу – это никогда не принесет много и успешного плода. Все, что систематизирует, все, что регулярно, все, что постоянно происходит, оно приносит результат и приносит плод. Мы создаем систему, система создает нас. Здесь вот такое взаимодействие. Мы придумали систему четырех рек. Бог дал такую идею. Как классно, когда первая неделя месяца у нас семья, второе воскресенье месяца мы говорим о деньгах, третье воскресенье мы говорим об исцелении и практикуем дары Духа Святого, и четвертое воскресенье – это у нас евангелизм. Вы знаете, даже мне это помогает. Когда я в субботу готовлюсь к какому-то служению, я не просто чешу репу и думаю, что бы мне придумать опять? Опять пятое воскресенье на одну и ту же тему какую-то говорить. Нет, если мы говорили, что каждое первое воскресенье будет семья, то мы касаемся семьи и изучаем эту тему и углубляем. Все, что систематизировано, оно работает и приносит плод. Амин. Даже вот молитвенный пост, вот пост и молитва в начале года, январь. Было время, когда мы просто как и все язычники халдеи начинали, просто так отпраздновали, наелись, напились, нагрешились и понеслась. И мы живем, как хотим. Но однажды пришло откровение о том, что год должен начинаться с глубокого смирения перед Богом. Где-то 8 лет это у нас система, это уже система, 8 лет. И мы сказали, давайте год начинать с молитвенного поста. У нас даже 14 дней было, помните? Первая неделя была с постом, а потом без поста. Но сейчас мы упростили, потому что скорости, в общем, век скоростей сейчас. Думаю, мы и так уложимся в посте. Потому что мы что обнаруживали? Мы обнаружили, что люди оказываются гораздо больше и охотнее молятся во время поста. Помните, когда заканчивается неделя поста? На следующей неделе вообще люди разбегаются. Вот и все. Мы решили как бы создавать систему январского поста. И представляете, все знают, Рождество уже заканчивается, а система тебе напоминает. Готовься к посту. Представляете, система дисциплинирует. Согласитесь, а? Система дисциплинирует. Тебя ставят в правильное русло. И ты подчиняешься, согласитесь, дисциплина от Бога. А анархия от дьявола. И представляете себе, вот сейчас мы уже установку дали 7 дней. Мы постимся. Бунтует желудок. Или там паникует внутренность. А система говорит молчать. Никто не умер. Все живы. Да еще симпатичнее становятся. Да когда ты еще на весы стоешь, смотришь, уже помазание приходит. И Бог благословляет тебя и в духе, и в душе, и в теле. Амин. К чему я говорю. Система. Мы создаем систему. А система строит нас. Ну я говорю это, друзья, о таких больших, общих системах. Есть мегасистемы. А есть микросистемы. Если говорить о эффективном служении любого направления. Вот какое бы только не было. Мы должны создать эффективную систему. Которая бы влияла на нас. И утверждала дисциплину. И утверждала бы какой-то порядок. Когда мы говорим, что устройство влияние и рост. И нам нужно устройство. Запомните. В основе устройства. Если ты хочешь, чтобы у тебя дом был устроен. Даже у вас, у каждого в вашем доме. Вот у тебя в доме своя система. У меня своя система. Я уже привык к своей системе. Я знаю, где разуваться. Я знаю, где носки бросать. Я знаю, где машину ставить. Я знаю, где продукты лежат. Я знаю, где... В каждом доме есть свои порядки. Согласитесь, да? И когда ты приходишь в другой дом, где другая система, тебе даже иногда думаешь... А со своим уставом чужой монастырь не ходят. Там своя система. Я говорю, что в основе любого устройства четко сформулированная система. Системы бывают плохие. Системы бывают хорошие. Но без системы общество рушится, жизнь рушится и дома рушатся. Амин. Если система не нравится, ее можно модернизировать. Эту систему можно усовершенствовать. Но без системы, без алгоритма, без механизмов существования мы существовать не можем. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава. Прочитаем 16 стиха. «Тогда Иисус говорит ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус, я здесь хотел сделать акцент на 18 стихе. Иисус говорит, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Я абсолютно убежден, что когда Иисус строит церковь, она непобедима, она неуязвима, она защищена, и она побеждает. Когда читаешь Деяния апостолов, ты просто поражаешься. Как это так? Три тысячи людей покаялись в один день, и они все удержались. И Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Когда Иисус строит церковь, из церкви никто не уходит. Когда Иисус строит церковь, по своим принципам, три тысячи пришло, еще три тысячи пришло ежедневно. И люди, если мы читаем Деяния апостолов, они по домам преломляли хлеб, они делали вечерю, они собирались в храме. Там была некая система и воспитание. Писание говорит, они пребывали ежедневно. Каждый день они пребывали в учении апостолов. Была система образования. Они собирались по домам, там была система домашних групп. То есть, по домам они собирались. Там была система пожертвований. Люди жертвовали, и к ногам апостолов вложили деньги. Вы понимаете, что все должно превращаться в систему. Я напомню, что еще одна есть система важная, финансовая система. Это десятина. Было время, когда для нас это было просто такой свободный вопрос. Но потом мы сказали, второе воскресенье. Все должны приносить десятину. Согласитесь, это тоже нас дисциплинирует в финансовом отношении. Разве не так? Мы знаем, что ко второму воскресенью я должен отложенную десятину принести в дом Божий и посвятить ее Господу. Аминь. Так вот, все, что систематизировано, оно приносит эффект. Оно приносит результат. Оно приносит устройство. А значит, привлекательность церкви. И когда читаешь Деяния апостолов, думаешь, ну как три тысячи. Вот представьте себе, если сегодня бы три тысячи сюда пришло. И через несколько дней осталось бы столько, сколько у нас есть здесь. У нас должны быть механизмы, как удерживать людей. Система привлечения свежих людей в церковь. И система, как удержать этих людей. Как их укоренить в Боге. Как их воспитать. Как их, я не знаю, как их познакомить не только с церковью, но с живым Богом и реальным Богом. Система, как воспитать помощников-лидеров. Потому что сколько мы можем удержать, столько и удержится. Есть емкость церкви. Представьте, в трехлитровую банку наливая хоть тонну воды, а в банке останется только три литра. Вот и получается, что система должна раздвигать нашу емкость. Три тысячи придет, а если у нас церковь трехлитровая, три литра только и останется. Мы хотим, чтобы пришел профессионализм. Чтобы мы могли знать, что делать и когда делать. Чтобы вернуться к опыту первоапостольской церкви. Я хочу, друзья, прочитать одну историю. Я считаю, что она очень поучительная. Потому что, вспомните, это очень философский вопрос. Но я думаю, сегодня можно пофилософствовать. Было время, когда мы говорили, бегите из мертвых церквей, подразумевая католическую, православную, там еще баптистскую церковь. И говорили, вот мы, харизматическая церковь, живая. Мы бежали из тех церквей и вот создавали свои церкви. Мы говорили, система, система. У нас даже была ассоциация, что слово система имело негативный смысл. Потому что, говоря система, мы вспоминали Советский Союз. Но, видите ли, когда Бог разрушает какую-то плохую систему, Бог создает систему альтернативную, добрую. Разрушать систему, не создавая другой, это просто бунт. Так вот, прошло 15-20 лет. И что получается? Мертвые церкви, которые мы назвали, они как шли, так и идут. Включите сегодня православные каналы. Я вчера просто ради любопытства послушал. Я с огромным удовольствием слушаю образованных православных проповедников, в которых никакого нету даже налета про Богородицу, про какую-то вот эту, знаете, вот эту архаичную риторику православную. Там все они проповедуют на нашу тему. Они говорят о Боге, который победил дьявола во Христе Иисусе. Послушайте поздравительную рождественскую речь митрополита, патриарха Кирилла. Я вообще был в шоке. Это была харизматическая проповедь, то есть с теологической точки зрения. Он говорит, в это время Рождества мы провозглашаем победу Бога во Христе Иисусе, который победил дьявола. Видят это наши глаза или не видят, но мы знаем, что дьявол побежден. И мы должны верить в это. Я думаю, оба-на! Кеннет Хеген – основные доктрины харизматического учения веры. Вот тебе и мертвые церкви. Вы знаете, чем они выигрывают? Католики, лютеране и православные по отношению к харизматам? Мы на эмоциях живем. Мы только говорим «Ха-а-а!». Мы только кричим, мы поднимаемся. «Система! О, это нас удручает!» «Мы выскочили!» А там, прочитайте устав тех церквей. Прочитайте. Прежде, чем лидеру дать ответственность работать с людьми, они должны закончить одно учебное заведение, второе учебное заведение, защитить какую-то диссертацию. И потом они поднимаются! Вы где-нибудь видели такое, что не понравилось православному священнику решение какого-то патриарха, а я пойду через дорогу и себе построю маленькую еще одну православную церковушку и скажу, я открыл новую церковь. Да ни в жизни никто, ни у католика такой мысли не поднимется, ни у православного такой не поднимется. У нас здесь хулиганят налево и направо, потому что процветает анархия в отсутствии глобальной и фундаментальной системы. Мы проиграли за 20 лет, за 15-20 лет, харизматическое служение выдохлось, от него не осталось ничего. И мы сегодня говорим, что мы должны, еще имея вокруг себя какие-то ресурсы, сделать какие-то выводы. Амин. Кроме личности и отличных идей и помазания у нас должны быть очень серьезные, продуманные системы, механизм, структуры, благодаря которым церковь сможет жить и существовать. Смотрите, православная церковь без каких-то великих харизм, без великих каких-то чудес просуществовала и дальше будет существовать. Католическая церковь существовала и дальше будет существовать, потому что есть порядок, теократия, отчетность, страх, люди боятся потерять членство. У нас проследает анархия, и с этим пора кончать. Амин. Вот давайте прочитаем сейчас, прочитаем интересную историю. Это книга «Исход». Откройте, пожалуйста, книгу «Исход». Представьте себе, народ израильский вышел из Египта. Они уже свободны. Очень интересно. Пятый стих. «И пришел Иофор, тесть Моисея, сын...» Это исход, 18 глава, пятый стих. Исход, 18, 5. «И пришел Иофор, тесть Моисея, сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей. И дал знать Моисею, я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Моисей вышел навстречу к тестью своему, поклонился и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». Моисей встретился со своим тестем Иофором. «И рассказал Моисей, тестью своему, о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили они на пути, и как избавил их Господь». Иофор радовался о всех благословениях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян. И сказал Иофор, «Благословен Господь, который избавил вас от руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ, все из-под власти Египта. Ныне узнаю я, что Господь велик, паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами». «И принес Иофор, тесть Моисея, все сожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеем перед Богом». Произошла историческая встреча. В данном месте Моисей символизирует руководителя харизматического движения. А Иофор символизирует представителя традиционной церкви. Чем богата харизматическая церковь? Харизматическая церковь богата чудесами. И Моисей рассказывал Иофору, «Представляешь, Бог совершил чудо. Бог показал свою великую мышцу. Он казнил. Он показал беспомощность этих богов. Он разрушил это ермо. И мы вышли на свободу. Проще говоря, послушай сегодня свидетельство харизматических спасенных людей. Я был наркоман, я теперь освободился. Я был в тюрьме, и вот сегодня Бог пришел ко мне в камеру, и великими чудесами Он меня избавил. Я имел зависимость от алкоголя. Я не вижу в этом ничего плохого. Это здорово, что в церкви есть чудеса. У Иофора, может быть, не было таких чудес. Но, ребята, чудеса не должны нас сопровождать каждый день. Мы не можем от наркомании освобождаться ежедневно. Мы не можем из тюрьмы выходить каждых полгода. Согласитесь? Семья разваливалась, и теперь мы соединились. Мы же не можем разваливаться каждый год и говорить, чудеса продолжаются. Смотрите, после этого вдохновенного свидетельства, которое Моисей рассказал Иофору, на следующий день начались будни. И вот Иофор, будучи человеком дисциплинированным, образованным, он вышел и посмотрел первое лидерское собрание или первую встречу Моисея со своим народом. И он увидел кошмарную, харизматическую картину. На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. Это мы, Господи. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога, и когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сижу между тем, другим и третьим. Но тесть Моисея сказал, нехорошо ты это делаешь. Чудеса у вас есть, а структур у вас нет. Чудеса-то у вас есть. Можно даже, знаете, как это все минимизировать и сказать даже на базе любого служения. Вот ячеечки, вот молитвы наши, вот наш экзорцизм, вот домашние группы. У нас чудеса, мы помолились и все. Но кроме чудес, кроме атмосферы и кроме откровений должна быть структура, должна быть какая-то модель, должен быть какой-то формат и божественный порядок. Представляете, Моисей один сидит, и два миллиона людей, представляете, вся Латвия стоит? Стоит. А он сидит. И все приходят. Слушай, вот мой муж зашел в чужой шатер, и он оттуда вышел только к вечеру. И я тихо подозреваю, что он мне изменил. Подожди, а почему ты думаешь, что изменил? И пока они разбираются здесь, два миллиона стоят и думаешь, я уже не буду озвучивать, что они говорят. Очередь. Ты в такой очереди никогда не стоял. Даже в советское время, во время карточной системы, системы. И представляешь, Иофор со своими, ну, просвещенным мозгами говорит, Моисей, ты что делаешь? Ну, так же нельзя. Ну, так же нельзя работать. Как можно руководить таким народом? Мы говорим о росте церкви. Да приди сейчас, три тысячи. Мы будем точно так же, как Моисей, стоять, вернее, сидеть, а все будут стоять. И мы говорим, иди сюда. Так, тебе туда, в подвал. А ты иди сюда. Тебе на чердак. Так, а ты, а ты иди вообще туда, в Пиржатранск езжай. А ты, а ты, пожалуйста, криклянно езжай. А ты, а ты туда езжай. Вы понимаете? Отсутствие системы делает нас неубедительными и неуклюжими. Согласитесь? Бог дал откровение Моисею. Моисей был великолепный лидер. Он имел отличное, отличное откровение. Как вывести народ, а вот как создать систему, управление и руководство народом, у него, к сожалению, не было откровения. Точно даже, как у многих из нас сегодня. У нас есть опыт. Мы кого-то из Египта вывели. Ты вывел родство свое. Ты вывел своих друзей. Ты вывел из Египта каких-то своих там ближних. И чудеса были, и знамения. Это все классно. Но потом мы заходим в тупик. И думаю, в Египте как-то легче было служить. Как там воевна была. Вы знаете, во время войны может быть легче. А вот когда наступает нормальная, спокойная, вот, вот, просто сбалансирована жизнь, здесь у нас что-то все, пустая церковь, что-то людей нету, или наоборот их слишком много. Самая главная мудрость начинается после того, когда мы вышли из Египта. Когда закончились вот эти громадные чудеса. И когда нам нужно жить обыкновенной жизнью. Вот здесь нужна устроенность. А устроенность немыслима, если нету модели, структуры и системы. Амин. Он был один. Представляете, он один консультировал весь народ. Один. Многим из нас кажется, слушайте внимательно, многим из нас кажется, а что вы хотели? Это призвание. Я и учу их, я и молюсь за них, и кормлю, и служение провожу. А потом еще свет выключаю. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Я вспоминаю, как в начале девяностых я и программировал эти на Roland D20, эти песни. И сам был лидером прославления, нажимал кнопку, выходил, и прыгал перед этим инструментом, и проповедовал, и молился. Боже, все. И может возникнуть иллюзия, прикиньте, какая честь быть вот таким в центре. А это ненормально. Один в поле не воин. Покажи команду, и я скажу, какой ты лидер. Если у тебя нет команды, ты не лидер. Потому что это лидерство обречено. И точно так же здесь Диафор увидел человека, который вокруг себя вращает все на свете. Нет, 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 нет. Однажды это все закончится. Смотрите, издержки харизматического мышления. Но те сказал, Моисея, нехорошо ты это делаешь, ты измучишь себя и народ, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Служение не должно быть тяжелым. Слышите, вот здесь вот написано очень сильное слово. Ты измучишь себя. Сегодня много измученных лидеров. Знаете, почему? Не потому, что тяжелое служение, а потому, что оно неустроенное и неорганизованное. Ты отличный лидер, у тебя отличная идея, но нет системы. Оказывается, власть нужно делегировать, оказывается, рядом со мной должна быть команда, которая меня должна разгружать. Амин. Мы должны с вами как-то осмыслить, что служение не должно мучить. Раз. Второе. И ты мучаешься, и люди вокруг тебя мучаются. Служение это не мучение. Дальше. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Если Господь возлагает бремя, оно не тяжко. А здесь получается, что, конечно, один консультирует два миллиона. Попробуй это каждый день. И дальше. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. И представляете себе, казалось бы, Бог мне должен откровение дать. Да, Бог. А кто Моисею дал откровение о структуре? Кто дал Моисею откровение о делегировании власти? Яфор. То есть Бог может использовать каждого человека. И мы сегодня, друзья, когда я сейчас проповедую это, пойми, не надо витать в облаках, а каждый лидер, который сегодня имеется здесь, который сегодня нас слушает, ты просто возьми эту кальку, возьми вот эту историю, возьми этот принцип и переложи на территорию своего служения. Посмотри, что происходит на территории твоего служения. Чудеса есть? Молодец. Система есть? Если нету, она должна быть. И Афор должен с тобой встретиться. И он тебе что-то должен быть. Если даже сегодня я в качестве Афора кому-то подскажу хотя бы на эту грань, которая должна поменяться, я буду очень благодарен. Наше служение не должно быть тяжким. Мы не должны быть как бурлаки на Волге. Мы не должны быть как оторжане. Я молюсь, я работаю, ничего никто не хочет. Я прихожу к людям, люди не говорят, не надо жаловаться. Служение Богу должно превратиться в наслаждение, а не в каторгу. Если что-то мы, какое-то мучение переживаем во время служения, это означает, что значит мудрости нету, как реализовать это служение, чтобы оно было легким. Вот когда мы открывали Пардагу, я встречался с лидером, я говорю, ребята, не надо перегружать, делай то, что ты можешь делать, ни больше, ни меньше. Не суй свой нос в чужой департамент, потому что каждый отвечает перед Богом. Мы должны делать, чтобы это было все легко, приятно, в наслаждении и благословении. Амин? Заниматься любимым делом, знать, что ты один не сможешь вокруг себя вращать. Согласитесь, мир до нас существовал, и после нас он тоже будет существовать. И когда нам кажется, что на нас свет клином сошелся, то мы можем глубоко ошибаться. Смотрите, Яфор дал Моисею совет, и может быть, кому-то этот совет сегодня пригодится. И он сказал, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником между Богом, перед Богом, и представляй Богу дела его. Первое. Оцени свою роль. Конечно, это, конечно, относится к мегасистеме. Это Моисея два миллиона, пастор, который должен стоять, и каждый лидер, это предстоятель перед Богом за своих подчиненных. Смотрите, это важно, это очень важно, чтобы каждый лидер имел с Богом предстояние. Второе. Научай их уставам и законом Божьим указываем путь его, по которым они должны идти, и дела, которые они должны делать. То есть, учение, генеральное откровение, Моисей, объясняй, что хорошо, что плохо, во что мы верим, во что мы не верим, то есть, должно звучать учение и определенные заповеди. но в административном отношении вопросов консультирования людей и воспитания их индивидуально, 21 стих, здесь следуют некоторые реформы. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь над ним тысячи начальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами и будет тебе легче и они понесут с тобою бремя. И если ты сделаешь это и Бог повелит тебе, смотрите, как культурно разговаривает Яфор, если ты сделаешь это и Бог повелит тебе это, то ты можешь устоять и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал так, как он говорил ему. Итак, иногда нужно получить откровение, знаете, почему я эту историю прочитал? Моисей во время этой встречи получил откровение об структуре своего управления. Я хочу, чтобы в этот вечер каждый лидер, где бы ты ни был, великий ты или невеликий, большой, или просто где-то совершенно еще юный лидер, мы сегодня должны получить откровение об устройстве и структуре своего служения, о системе. у тебя должна быть команда, которой ты делегируешь свои полномочия и свою власть. Не стесняйся отдавать какие-то поручения, даже если человек это не так как ты выполняешь, но когда-то даже надо, чтобы люди учились. Мы должны создавать школу, чтобы вокруг нас была команда. Каждый человек должен иметь свою долю власти, свою ответственность. и представляешь, и Моисей получил это откровение. Он сказал, на самом деле, на самом деле, я же не могу каждый день вот так вот тащить всех. Я не могу один вращать вокруг себя. Найди из людей способных. Вот мы и сегодня хотим, друзья, чтобы вся церковь нового поколения, я думаю, здесь зрелые люди, здесь есть жены и мужья Божьи за плечами, которые есть большой опыт. Мы все должны сформироваться в определенные команды. Если тебе нравится милосердие, пожалуйста, приходи в группу милосердия, скажи, я хочу чем-то помочь. У меня есть для этого призвание. Если у тебя есть желание, пожалуйста, домашние группы. Мы говорим, команда нужна, посещать дома. Пожалуйста, нам нужны умные, грамотные люди, которые знают, что можно, говорит, что нельзя. Мы должны распределиться, вся церковь должна распределиться по этим командам, для того, чтобы обслуживать. Друзья, я абсолютно убежден, завтра по три тысячи начнут каяться, и мы должны приготовиться к тому, чтобы принимать такое количество спасенных людей. Амин. У нас должна быть уже система приема, система обучения, система воспитания, система защиты, благотворительности и так далее. Поэтому сегодня мне что хочется, друзья, мне хочется сегодня от эмоций, просто от эмоций, от просто благодарности за чудеса перейти, может быть, не совсем веселой теме, как создавать систему. Посмотрите, когда вы посмотрите в оглавление, когда вы посмотрите в оглавление Библии, Бытие раз, вторая книга Исход, третья книга Левит, четвертое Число. Если ты будешь читать Левит и Число, ты засыпаешь на второй главе. И когда я говорю сейчас о системе, многие тоже засыпают. А без систем, а что такое книга Левит? А что такое книга Чисел? Это уроки менеджмента. Это когда Господь говорит, слушайте, как должно быть устроено общество Израилево. Вот такие жертвы, вот такие ритуалы, вот такие обряды, вот такие вот понимаете, мы должны быть устроены, мы харизматы, мы как сказать, это может быть не наша беда, не наша вина, но наша беда. Мы, нам намного легче жить эмоциями. Мы говорим, о, у Йонгичо такая система. Если бы тебя в систему, подчеркиваю, в систему Йонгичо или в систему преподобного Джирок Ли, Манминь, туда бы тебя сейчас поместили бы, ты сказал, да не нужны мне такие количество спасенных людей. Там каждый день, там every day, там ночные молитвы, там вообще семь служений, там надо посещать, там система, которая дисциплинирует человека, и он, у него вообще нет свободного какого-то пространства. И ты думаешь, да не, зачем мне такая система? Вот мы и выбираем. Либо нет системы, и малые церкви неэффективны, либо мы все-таки соглашаемся взять какую-то систему, которая нас дисциплинирует. Я не говорю, что мы должны стать Йонгичомами или Манминями. У нас глаза другие, у нас мозги другие. Но давайте от Бога получим ту систему, которая будет приемлемой, которая будет эффективной на территории Латвии и будет соответствовать менталитету и русских, и латышей. По крайней мере, согласитесь, мы разболтались. Мы ни за что не отвечаем. А если отвечаем, то доля какой-то ответственности, она незначительна по отношению к тому, что Бог запланировал. И я думаю, что в этом году мы должны чуть больше взять ответственности на себя и получить сегодня, друзья, самое главное, получить сегодня откровение о структуре своего служения, о том, какой должна быть эффективной система в моем служении. Понимаете? Иофор сказал, если ты послушаешь меня, и Бог тебе это подтвердит, сделай это. И благословенный Моисей, который, в чем было преимущество Моисея, он умел не только слушать Бога, он умел слушать и своего тестя. Пока он был жив, я тоже его слушал. Поэтому, братья и сестры, научитесь не только Бога слушать, научитесь слушать и также тех мудрых людей, которые тебе подскажут. запомните, на одних чудесах и эмоциях далеко не проедешь. Вопрос не в том, что я могу сегодня, вопрос надолго ли меня хватит. Амин. Поэтому сейчас, друзья, я обращаюсь к лидерам. У нас на самом деле серьезный сегодня перекресток. Мы хотим, чтобы в этом году наши церкви выросли. Но для этого нужна система. Мы строим систему, система строит нас. Амин. Система это условия победы. Система это способ реализации наших откровений и наших идей. Прямо или косвенно, каждый из нас является частью какой-то системы. Система как способ влияния и управления существовала и будет существовать. Есть совершенные системы, есть несовершенные, но Бог хочет, чтобы мы модернизировали то, что не работает. Итак, я не хочу дальше уже вести этот очень важный, на мой взгляд, семинар, но все-таки я считаю, что сегодня мы должны остановиться и осознать, что нам нужен не только Бог, совершающий чудеса в Египте, нам нужен и Афор, который бы помог нам организовать нашу жизнь, организовать наше лидерство, чтобы возле каждого лидера была команда мудрых людей, которые боятся Бога, которые любят людей и которые повинуются этому замыслу. Амин. Боже мой, нам нужно от общемотивационных конференций перейти к конференциям узконаправленного профессионального направления. Вы знаете, 21 год приблизительно слышать одно и то же на конференциях «Люби Бога!» «Молись!» «Разрушай проклятие!» Вы знаете, я не имею претензий к проповедникам, у которых есть свое призвание. Я говорю о диапазоне или спектре наших с вами интересов. Я, например, хочу, чтобы через и моя мечта, и об этом я уже говорю неоднократно. Я хочу, чтобы те дары, которые у нас есть, чтобы они могли однажды превратиться вот в этот источник системы. Понимаете? У нас есть разные дары. Есть музыканты, есть бизнесмены, есть политики, есть, в конце концов, врачи. У нас есть и духовные дары, и профессиональные. И просто от общих конференций, когда мы говорим «Любите Бога!» молитесь, все это и так знают. Моя мечта, чтобы однажды начались профессиональные конференции, когда собираются христианские врачи, 700-800 хирургов, нейрохирургов, которые говорят «Бог нам этот дар дал, и мы теперь служим, и мы хотим помочь друг другу создать системы повышения квалификации». Христианские журналисты собрались, и они говорят «Теперь наши дары, мы, не просто нам, вот журналисту говоришь «Молись Богу, молись Богу», да я молюсь, расскажите, как лучше пропагандировать или распространять ценности христианские в газетах, в журналах, на телевидении. Вы понимаете, о чем речь идет? Общая мотивация, она не изменит церковь так, чтобы церковь изменила общество. Общая мотивация, это внутренние наши вопросы, а нам нужна сегодня такая мотивация, чтобы церковь вышла из стен и служила окружающему обществу. Амин. Нам нужны Сидрахи, Мессахи, Авденаги, которые бы работали в канцелярии президента. И эти Сидрахи, Мессахи, Авденаги бы собирали конференцию христианских политиков и говорили «Ты где? Я помощник депутата, я уже депутат, а ты где? А я работаю на такой-то позиции». Давайте создадим систему продвижения христианских ценностей в общественное сознание, мы сегодня зависим от системы, которая существует в мире. Но если мы не создадим систему вторжения в эту существующую систему, чтобы поменять ее, мы проиграли. Поэтому, друзья, я за что? Я возвращаюсь в церковь, возвращаюсь сейчас на позиции наших внутренних церковных структур и мое огромное желание, чтобы сегодня рулил Иофор. Чтобы сегодня рулил Иофор. Чтобы мы сегодня оценили, если ты устал от служения, если ты как служитель Бога любишь и понимаешь, что это твое призвание, ну, не клеится никак, ну, буксуешь, ну, вот как-то не работает, нету радости, нет результата. Может, сегодня на самом деле надо вызвать Бога и сказать, «Бог, вышли Иофора!» пусть кто-то подскажет мне, какая должна быть структура, где это откровение. Писание говорит, мудростью устрояется престол. У нас есть откровение, у нас есть помазание, а может быть, сегодня как раз пусть придет мудрость, как пользоваться всем этим. Моя мечта и моя молитва, чтобы каждый лидер был окружен достойной командой, которая была пропитана этим откровением, которая бы поддерживала руки тебе. Я бы очень хотел, чтобы вот это внутреннее устройство, чтобы наше лидерство, оно было систематизировано, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным, благословенным и успешным. Амин. Повышение квалификации нам необходимо поднимать, чтобы наша жизнь была благословенной и успешной. Какие требования к лидерам? Мы должны иметь лояльность к работающим. Вы знаете, взять каждый, каждый какой-то маленький-маленький случай. Вот любой грань. Мы думаем, а чему еще учиться? Любую грань, любую грань, которая вот, как относиться к лидерам? У меня есть дочь, она недавно работала в супермаркете или это, в Америке. Так вот, будучи даже продавцом, их учат, как работать с клиентом. Потому что от того, как продавец работает с клиентом, зависит уровень продаж. Если продавцу все равно до клиента и он вызывает негативные эмоции у него, продаж будет меньше. Поэтому менеджеры приглашают, они учат и говорят, нужно относиться так, нужно улыбаться так, нужно предлагать вот так. В случае, если будет, вы знаете, сколько людей, столько характеров и каждому типу характеров требуется свой подход. Я бы очень хотел, чтобы у нас началась эта серьезная система обучения лидеров, как работать с людьми. Чтобы мы нашли ключ к этим сердцам. Если они работают день и ночь, чтобы продать одежду, обувь, там холодильники, кастрюли. Друзья, нам нужно поднимать квалитет и качество своего лидерства, чтобы приобретать людей для Царства Божьего. Понимаете, о чем я говорю? Этот зал должен быть полный, фойе должно быть полное, залы должны трещать по швам. Вы понимаете? Потому что, потому что Бог этого хочет. Вопрос не в том, что время не пришло. Вопрос Бог, где этот, где этот механизм? Где эта система? Где эта структура? Где этот квалитет? Где эта квалификация? Которая бы помогла приобретать людей. Вот моя молитва, вот моя боль, вот мой крик сердца сегодня. Бог, помоги нам от анархичных, харизматичных, любительских форм лидерства перейти к уравновешенному, сбалансированному, систематизированному профессиональному уровню руководства. руководству. Амин. Давайте закроем глаза и помолимся, чтобы Господь дал нам мудрости, чтобы Господь просветил нас этой мудростью, чтобы мы от общих фраз, от общих лозунгов могли перейти к узконаправленному профессиональному формату нашего служения, чтобы наше служение не было каторгой. Господи, я прошу Тебя сегодня о мудрости, дай нам мудрости. Я прошу Тебя, Господь, дай нам мудрости. Я прошу Тебя, Господь, дай нам мудрости. Господь разбей, Господь, все схемы, которые перестали работать. Господь, мы хотим выбросить всякую систему, которая не приносит результат. Пусть произойдет встреча, которая произошла у Моисея Сеофором, который вразумил и показал, каким должна быть эта администрация. Боже, пусть возле каждого лидера будет, Господь, надежная и достойная команда. Я прошу Тебя, Господь, систему образования, систему поощрения, систему подготовки лидеров, систему финансирования. Боже, если Ты создал Церковь как тело, а тело – это совокупность систем, так пусть же новое поколение будет совокупностью эффективных, качественных, результативных систем. Я прошу Тебя, дай нам это откровение. Господа, 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 мы благодарим тебя за знамение, Но мы просим, дай нам мудрости, дай нам логики, дай нам, Господь, эту мудрость, чтобы создать структуры. Дай сегодня эти откровения, Дух Святой, Дух Святой, дай нам эти структуры. Дай нам понимать, как строить свой ковчег, из какого материала, из какой командой. Дух Святой, я люблю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня здесь. Господь, я благословляю сейчас всех, кто смотрит нас, я благословляю всех, кто в этом зале. Я прошу Тебя, пусть Дух премудрости и откровения и ведения, Он, Господь, опустится на наши сердца, как эти сыновья Исахаровы, которые знали, что и когда делать. Я прошу Тебя, поднимай этих сыновей Исахаровых, этих мудрых менеджеров, этих учителей, этих лидеров, этих честных людей, которые бы надзирали над следием Твоим. Подними руки и скажи вместе со мною, Боже, я нуждаюсь в мудрости Твоей. Пусть Дух премудрости, откровения и ведения сойдет на меня. Я люблю Тебя, я знаю свое место, но Ты видишь, мое служение буксует. Я хочу видеть большой результат, я хочу видеть распространение. Дай мне мудрость, как построить эту структуру, как создать эту систему, чтобы каждый день Церковь возрастала, чтобы влияние Царства Твоего умножалось каждый день. Мне нужно откровение о системе, о структуре, об устроении моего служения. Дай мне надежную команду верных людей, которые бы не висели на моих руках, но которые понимали бы и поддерживали. Господь, устрояй мое служение. Господь, устрояй мое служение. Господь, устрояй мое служение. Я глубоко верю, что через возложение рук передается помазание. Я глубоко верю, что через возложение рук передаются откровения. Однажды произошел такой момент, когда Бог сказал, я хочу взять от Духа, который на Моисеи, и положить этот Дух на 70 старейшин, чтобы они понимали, чтобы они смотрели одними глазами, чтобы они слышали одними ушами, чтобы они понимали друг друга. И я хочу сегодня молиться, я хочу возлагать руки. Я хочу, чтобы то, что я понимаю, понимал каждый из вас. Чтобы мы шли не в разные стороны, но чтобы мы шли в одном направлении. Боже, дай нам одно сердце. Боже, ничего не поменяется, если ты не поменяешь. Боже, ничего не изменится, если ты не изменишь. Боже, если ты не остановишь, нас никто не остановит. Боже, я прошу тебя, возьми, Господь, наши сердца. И соедини нас, Господь, в одних откровениях. Столько непониманий, столько внутренних конфликтов, столько внутренних дрязг и разногласий Божьих. Я прошу тебя, в стратегических направлениях, приведи нас сегодня в одну гармонию и в единое целое. Я приглашаю лидеров, все пасторы, выходите сюда. Я буду молиться, я буду возлагать руки. Я глубоко обижден, это происходит. Склоните ваши колени. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Мы благодарим Тебя за чудеса. Мы благодарим Тебя, Господь, за избавление из Египта. Мы благодарим Тебя за то, что мы освободились от рабства. Мы благодарим Тебя за то, что мы не работаем на фараона. Но что-то сегодня остановило нас. Сегодня что-то тормозит нас. Боже, мы сегодня просим не просто о чудесах. Соверши это главное чудо структурного строительства и структурного устройства нашей Церкви. Мы сегодня просим, дай нам откровение. Откровение о своей команде. Откровение о своей команде. Дай нам стратегию. Боже, мы сегодня умоляем Тебя. Нам нужно стратегическое чудо. Нам нужна стратегическая команда. Мы хотим знать, куда идти, с кем идти. Мы хотим иметь план строительства своего ковчега. Пусть в этот вечер придет откровение, как реализовать свое служение. Господь, мы не знаем, как это делать. Но мы просим Тебя, дай нам мудрость. Дай нам мудрость. Ибо мудростью устроены небеса. Ибо мудростью созидается дом. Ибо мудростью созидается церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok